всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале вы видите вот такой формат когда я вам буду показывать карты как я обещала пару раз в месяц я буду делать такие расклады на любителя работать мы будем на колоде небо и земля и на колоде чака специально вот и рубашечка для понимания такая сценарная колода мне на ней приятно выявлять сценарий изначально хочу поблагодарить за донаты мне очень приятно когда я их получаю и обязательно озвучиваю сегодня расклад мы будем с вами расклад рассматривать на одну позицию предложила его юлия широкоступ ее первичное название было мое появление в социальных сетях что важно знать и что изменить но я поменяла немножко название и вы увидели его сегодня связь социум через социальные сети на самом деле этот расклад был опять-таки как и расклад про безотцовщину с наименьшим так скажем рейтингом да на просмотр но есть достаточно большая категория людей которые в социальных сетях не просто находится для своего удовольствия как-то через социальные сети работают так как работаю например я вот и поэтому я так представляю что этому контингенту людей будет очень интересно понять как себя проявлять как взаимодействовать с людьми какую картинку вы создаете вот эти вопросы мы все сегодня будем рассматривать расклад взят из книги авторских раскладов мастерской таро сознанием аналогичный дневник раскладов с моими авторскими раскладами есть у меня тоже вы можете его приобрести информация есть под этим видео под любым видео по ссылке описание стоимость моих услуг зайдете туда можете посмотреть и так как я сказал уже да у нас будет одна позиция ну давайте приступим вопросов будет предостаточно и так первый вопрос кто вы во взаимоотношениях сорт социумом ну то есть посмотрим как вы себя презентуете как вы себя проявляете кто вы во взаимоотношениях социума так но здесь изначально у нас выходит король мечей человек который держит дистанцию проявляете себя как человека эрудиирована достаточно умного человека который находится в постоянном движении человек который развивается человек который знаете создает такую картинку что ему все интересно у него нестабилен да то есть он постоянно как-то меняется то есть может менять разные направления может случиться так что сегодня я в одной тематике завтра я буду разбираться с чем-то другим то есть человек который такой достаточно переменчивый человек который если мы говорим про соцсети пишет возможно интересные посты но не развлекательные а больше посты через которые можно будет что-то из узнать да такой достаточно логический как может выглядеть профиль такого человека знаете мне кажется что достаточно продумано то есть даже если фотографии будут не совсем профессиональные да то по крайней мере вот будет правильно подобрана цветовая гамма до либо фотографии будут напрямую связаны картинки с текстом который пишет человек то есть все достаточно логично и продумано если допустим даже не а зрителям будет не совсем либо читательным подписчикам не совсем понятно в их глазах то в глазах самого автора будет понятно почему для чего была выбрана именно эта фотография эта картинка да с такой периодичностью то есть все достаточно так спланированной и рационально какую позицию вы принимаете в отношении других людей и здесь у нас это королева да и у нас выпадает королева жезлов какую позицию вы принимаете вот по отношению к другим людям такая достаточно активная но смотрите что король мечей что и королева педакли нам говорит о некой такой знаете не то чтобы двойственности но есть какая-то тайна скрыта если король мечей держит людей на дистанции и показывает то что считает нужным то вот королева жезлов всегда она оставляет знаете некая такая недоговоренность да что-то такое скрытое присутствует то есть вроде бы я и открытый человек да я и щедрый королева жезлов у нас вообще коммуникабельная да она любит быть на на виду то есть это не тот персонаж который в компании где-то отстаивается в сторонке наблюдают за другим нет если король мечей может такое делать у королева жезлов нет королева жезлов это тот человек который может познакомиться у нее достаточно обширные связи она знает многих людей достаточно коммуникабельная и я не говорю сейчас о друзьях я говорю о знакомствах и о связях но всегда есть нечто то что она скрывает она создает действительно именно отвечая на вопрос какую позицию вы принимаете в отношении других людей создаете действительно образ да то есть я могу сказать что социальных сетях вы не на сто процентов такой какой вы в жизни а именно некий образ почему потому что те трудности то есть вы показываете то что вы считаете нужным например трудности сложности с которыми вы сталкиваетесь вы их будете скрывать либо будете преподносить в таком свете в котором вам выгодно да не я сейчас не про то что при украшаете а можете умалчивать какие-то моменты да то есть например вы можете показывать какой вы и специалист но при этом вы не будете показывать например какие сложности трудности вы прошли почему потому что во первых вам не нравится чтобы вас жалели но с другой стороны вы хотели бы чтобы люди знали о трудности которые были у вас в жизни да то есть не все вам просто так далось но при этом вот именно момент жалости со переживания по отношению к вам здесь такого нет это вот ваш образ дам доброжелательного позитивного человека который со всеми поговорить всем ответят на вопросы такая достаточно яркая личность уровень коммуникации с окружающими так у нас все выпадают фигурные арканы и это принцесса кубков уровень коммуникации знаете я бы сказала такой достаточно поверхностной но при этом эмоциональный то есть опять таки что по королеве жезлов да вот прям очень такое классное сочетание король мечей королева жезлов и паш кубков в данном случае здесь процесса кубков чувствительный то есть вы цепляете как-то людей эмоционально то есть даже в текстах которые вы пишете да вы хотите показать некую такую вот человечность что ли простоту открытость доверчивость что вот вы воспринимаете мир через эмоции то есть ваши тексты всегда буду сопровождаться с большим количеством прилагательных да то есть описание возможно используете слова я чувствую да либо по ощущениям либо передаете какие-то переживания передаете некую такую эмоциональность но все достаточно так поверхностно почему смотрите сразу нам картинка что показывает нам показывает то что здесь человек достаточно ранимый здесь человек достаточно чувствительные и восприимчивые именно поэтому по королю мечей он будет держать дистанцию и по королеве жезлов будет показывать то что считает нужным потому что здесь есть вот сразу прослеживается знаете страх критики как меня будет воспринимать то есть я вроде бы и хочу поделиться я вроде бы и хочу рассказать навсегда настороженно да то есть как меня воспримут вдруг мне что-то скажут и меня ранит потому что по пажу кубков это человек который только начинает узнавать мир поэтому ваша вовлеченность она не такая яркая я бы сказала да если изначально уже спрашивать что можно изменить допустим введение ваших социальных сетей дата я бы сказала что побольше некое такого взаимодействия с людьми нам некой такой чтобы конкуренции но общение хотя вы коммуникабельный человек да вы общительный человек но это как-то поверхностно нету вовлеченности да вот действительно такого интереса что вот неинтересно то есть я могу сказать что достаточно как бы так сказать по настроению да захотел что-то выложил им то есть вас может быть много потом меньше это не про цикличность а здесь вот именно по настроению ваше отношение к людям в целом ну вот видите подтверждение того это карта отшельника прям фигуры да все вышли ваше отношение к людям ну закрытый закрытый человек да то есть достаточно эгоистичная с позиции того что я выбираю с кем я буду общаться когда я буду общаться как и к с кем как хочу да то есть я впускаю свое пространство тех людей с которыми мне будет интересно на возможно периодически по королеву мечей вы отсекаете удаляете то есть вы не тот человек который знаете вот имеет свой аккаунт да и кому кто попал там подписывается нет вы периодически фильтруете может быть кого-то удаляете да если люди не активны вот вы человек который хотите чувствовать комфортно вот поэтому ваше отношение к людям найти оно вроде бы и закрытое но с другой стороны я не думаю что вы здесь опять таки вот по состоянию да то что я и говорила ранее по настроению хотите открываетесь хотите говорите как-то когда вам есть чем поделиться вот так скажу тогда вы это делаете да то есть вы передаете некую информацию здесь больше знаете и вы ведете свой профиль и вам даже не столь нужна обратная связь от людей здесь как будто бы знаете вот одностороннее какое-то проявление люди это считывают с вас и в вашем профиле если оставляет комметы да то больше это люди которые принимают да то есть это не те люди где можно вот обменяться информации вы что-то сказали человек вам сказал ответил да появился какой-то некий диалог нет здесь вот такая знаете вот ощущение как в библиотеке вот заходишь в библиотеку раньше да я не знаю сейчас есть или нет берешь книжку да и у тебя идет какой-то вот диалог с книжкой да ты читаешь ты полностью туда погружен и вокруг такая гробовая тишина вроде бы информации много да знаний вокруг много но вот мы выбираем только одну книжку и с ней взаимодействуем здесь тоже может быть такой круг у вас людей которых вы выбрали с кем общаюсь а на других такие знаете вы просто из вежливости где-то может смайлик поставить и ну то есть вам не столь интересны люди вот вам интересно самим собой и все а все остальное для вас как будто бы некий мир и вы за ним больше наблюдаете да то есть в соцсетях я не вижу что была какая-то вовлеченность давайте еще одну карту вытащу ваше отношение к людям в целом вот видите подтверждение до четверки мечей это никакого в принципе нет а сейчас либо отдых какой-то вы удалились ну может быть долгое время не выкладывали какие-то посты либо вообще ну отстраненность вот король мечей он как нам задал направление так все у нас и развивается до через мечевую форму то есть некая такая стабильность которая вас устраивает да то есть здесь есть возможно даже и усталость и от чего вы устали потому что что вы же как его отшельник что и четверка мечей нам говорит о некой такой усталости от чего вы устали ну вот вы устали защищаться вы устали закрываться от кого вы закрываетесь то есть как будто бы знаете вот оберегаете себя причем смотрите эта карта да она выпала краски под пажом принцессой кубков да очень чувствительное то что я говорила раньше от некой такой критики что скажут как скажут вот здесь поэтому наверное вы и отстранились да потому что ну устали возможно бороться с людьми с тем что вас не понимают возможно кто-то устал ну то есть здесь вам в социальной сети не приносит удовольствие на и вот выпадает королева мечей на повыше и положу потому что я не знаю что там вас показывает королева мечей вот она говорит как раз таки о том что устали постоянно меняться устали быть знаете в напряжении в наблюдении что как вот это вот строгость вы достаточно проницательный человек и видите кто и что хочет от вас получить да кто действительно искрен кто настоящий вот здесь вот ощущение того что вы устали от некой такой фальши может быть устали от своих эмоций переживания за каждую реакцию либо взаимодействия с людьми в социальной сети и поэтому здесь по крайней мере пока нам показано то что вы отдаляетесь так прям интересно фигурные карты выпали хорошо давайте посмотрим дальше следующий вопрос как общество воспринимает вас то есть как другие вас видят я буду так на одну карту на другую накладывать чтобы видно было так как люди вас воспринимают как общество ну на дальний на данный момент знаете некой такой жертвой обстоятельств да я могу сказать что как будто бы нету отдачи понимаете либо они вас видят сейчас как человека который проходит какой-то кризис какие-то трудности сложности в том числе и финансовые но мне кажется здесь как по натуре как человек который знаете вкладывается очень много но не получает какой-то отдачи то есть они видят вас как человека сейчас вот нуждающегося в помощи я бы так сказала с чем это связано почему они вас так видят рыцарь кубков ну они воспринимают вас в связи с вашими эмоциями с вашими реакциями то есть по поведению вашему которое связано именно с эмоциональным планом в чем с чем именно связано ну что вы знаете вот вы как будто бы не можете найти гармонию вы как будто бы не можете успокоиться и это не связано с вами как с личностью а здесь такое ощущение знаете у меня что как будто бы вы не можете найти взаимодействие знаете вот правильное гармоничное взаимодействие между вами и людьми которые просматривают ваши социальные сети то есть вот нарушен как будто бы вот этот вот баланс что даем то и принимаем потому что смотрите вот здесь вот в кубках дельфинчики да один поднимается другой опускается очень красивая карта и лилия над головой влюбленных да чистота именно как еще они вас видят вот знаете здесь такое ощущение что вот у вас просто происходит какие-то перемены перемены и потому что здесь все таки королева меча она говорит нам о переменах которые происходят в жизни человека здесь как будто вы знаете вот ваш путь становления и ваша еще такая неуверенность давайте я еще спрошу что мы вкладываем пятерку пентаклей ну вот и говорю о путь становления и выпадает императрица что вы как будто бы еще не дошли до этой императрицы здесь как будто бы вам в качествах не хватает некой такой уверенности да причем не просто уверенности надменности потому что там выпадала на на отшельника эгоистичное такое знаете а вот некой такой расслабленности здесь ощущение того что вы постоянно находитесь в каком-то вот напряге и отсюда у вас кризисы то есть вы люди видят да как вы меняетесь как вы становитесь именно императрицей но вы еще не дотягиваете до императрицы потому что вам ваша уверенность она как будто бы еще не естественная она связана с тем что может быть то что вы презентуете себя да как знания они у вас однозначно есть потому что там выпадал отшельник но вот уверенности именно во взаимодействии с людьми здесь у вас нету да вот как общаться то есть коммуникация здесь достаточно слабая то есть вы как личность сильная а коммуникация с людьми достаточно слабая давайте сразу посмотрим тогда следующий вопрос чем проблема нарушения взаимодействия да с обществом то есть в чем проблема ну вот десятка мечей какой-то завершающий этап здесь как будто бы знаете у вас идет смена парадигм десятки мечей десятками 10 мечей нам показывают непосредственно наши какие-то убеждения которые нас привели к тому что мы убиты то что нам у нас больше нету сил да то есть мы здесь вот как будто бы устали бороться с чем-то какая-то вот внутренняя борьба либо внешняя борьба да с другими людьми но это все-таки проявление нашего внутреннего состояния непринятия до каких-то черт нашего характера вот и вот это вот борьба вот это все что с вами происходит да здесь действительно происходит как какие-то изменения какая-то ломка до трансформация и поэтому сейчас возможно вы люди проходите ну я не знаю также как я чистки и вы про это говорите люди вот и они воспринимают вас тут знаете как человека который находится на пути своего становления вот и проходят разные этапы и люди это видят чем еще проблема нарушения взаимодействия здесь завершающий какой-то этап вот и еще одна десяточка прям очень красноречиво на десятка пентаклей на горе на то есть завершается да ваше мировосприятие меняется по десятке мечей вы приходите десятки пентаклей последняя карта таро колода таро да нарисованы здесь древо жизни то есть вы идете то что я сказала к становлению себя непосредственно да то есть вот причем знаете не просто от одного этапа переходите а вот именно переходите от того кем вы были ранее и становитесь именно неким таким знаете вот конечным продуктом после этого уже нечего будет как-то вот шлифовать до оттачивать потому что императрица это все-таки архетип достаточно идеальный то есть к нему прийти не так легко не так просто вообще к идеалам да мы стремимся но достичь какого-то идеала но это вот достаточно сложно все равно да на то он и идеал что мы к нему просто стремимся вот у вас здесь какой-то такой переходный этап к фундаментальному построению выстраиванию себя вы как будто бы знаете заново себя выстраиваете с чистого листа но уже так достаточно ну то есть допустим если раньше вы строили какой-то шалаш до поняли какие-то недостатки где протекает где что вот как три поросенка то вот теперь вы приходите как раз ки к третьему поросенку который там вот из бетона все выстроил да уже никакое дыхание волка не не сломает этот дом все так все продумано основательно добротно но знаете с за целом на на будущее прям очень-очень так ярко ну вот поэтому видят хорошо а какие страхи и сценарии вы реализуете взаимодействие с другими людьми вот давайте мы сразу посмотрим на колоде человека специально хотя изначально я уже озвучила да какие сценарии могут быть здесь вот непосредственно с взаимокоммуникации проблемы может быть страх критики жалость к себе неуверенность вот эти вот сценарии ну давайте проверим на этой колоде какие страхи и сценарии вы реализуете во взаимодействии с другими людьми ну вот первый страх конкуренция знаете в данном случае здесь конкуренция не с другими людьми а здесь вы как будто бы конкурируете самим собой знаете с чем что вы как будто бы отделяете себя сами сами это вот ваше проявление от других людей ваше нежелание общаться по каким причинам да вот вы не хотите да вот то есть а здесь не то чтобы как говорится в песочнице дети с вами не играют нет а вы сами взяли свое ведерко пошли в уголок песочницы и играете вам хорошо и одному одной то есть вам ну общение с другими людьми да как то не очень хочется потому что здесь все таки баран стоит знаете на вершине то есть все вроде бы и хороводы в воде да вокруг дерево а я сам собой да с одной стороны мне хорошо потому что я на вершине они внизу то есть они такие мишки такие людишки там где-то вот а с другой стороны сами с усами это тоже скучно потому что человек все таки социальное существо и коммуникация нужна здесь страх появляется именно вот общение то есть как я здесь вопрос эгоизма очень ярко выражен как я буду спускаться к ним с одной стороны страх эгоизм это что это страх что меня не примут меня не оценят по заслугам я не смогу слиться с обществом здесь именно вот это вот разделение то есть пускай она будет некрасиво звучать но достаточно утрированно но понятно что вот они все глупые а я умный понимаете и вот мне с чудаками не интересно ну то есть они ниже меня уровня мне с ними не интересно и здесь вот такая вы знаете модель не потому что так оно есть на самом деле а потому что эта модель она оправдывает почему мы выбираем одиночество да то есть нам надо как-то себя обосновывать почему ну другим в лице других людей помните я говорила как королева жезлов она одевает маску надо как-то показывать почему я уединяюсь да так вот сложно сказать что я боюсь да я боюсь что меня обидят что меня ранят что меня не примут что меня не оценят да что вдруг кто-то что-то скажет вот а у меня и так самооценка не очень-то хорошо я боюсь поэтому я лучше буду отдаляться вот и пускай лучше замазка эгоизма эгоиста да здесь вот прям вот проходит по ощущениям очень ранимый маленький чувствительный ребенок еще какие сценарии вы реализуете ну вот потерянное детство знаете если где-то не наигрались да то иногда вот это вот будет какая-то причина вы можете в своем поведении показывать какие-то детские ну проявления да себя как ребенок ну я не знаю там например какой-нибудь анекдот такой пошлинки который там под стать подросткам вот а не взрослому человеку не потому что это неправильно ну потому что это не соответствует возрасту так вот вот это вот потерянное детство мы не наигрались иногда у вас поведение оно будет проходить потому что потребность она осталась она никуда не делась и вот за такие вот поступки люди будут вас оценивать ну говорить типа там я не знаю сто лет в обед а ветер в голове у этого человека то есть ну он незрелый как он ведет смотрите да как он ведет здесь вот оцена ну потребность то у вас в детстве то она осталась совершает что-то я не знаю может быть там взяли в красный цвет покрасили волосы ну подурачиться вот и они а вот такая реакция она всегда будет ну такие поступки они всегда будут вызывать какую-то реакцию у людей то есть им будет непонятно да то есть вы допустим там зрелый человек там 40-50 лет я не знаю далеко за 30 вот и а ведете себя например как подросток и это всегда будет обсуждаться и это будет не неприятно с другой стороны у вас незащищенность да то есть желание чтобы папа мама да чтобы кто-то взял за вас ответственность не я нес вот эту вот ношу да вот этого вот ребенка не наигравшегося с собой а кто-то взял за меня ответственность да и отсюда вот это вот усталость до ведения например социальных сетей потому что я устаю да то есть я хочу делать тогда когда я хочу то есть что вы в принципе и делаете нету постоянства нету ну то есть ваше отношение к социальным сетям оно не регулярное оно такое вот периодически то что я сказала да из из настроения ну когда я хочу тогда я и делу вот и вот в этом видят отношение незрелое то есть если особенно это профессиональная какая-то страничка да то есть ну как ты будешь там продавать свои услуги либо как у тебя к тебе придут клиенты если ты сегодня работаешь а завтра не работаешь это тоже один из сценарий ну желание где-то побыть еще ребенком ну еще один вытянем вот вот чувствовать себя как раз таки нелюбимцем да там написано или нелюбящим нелюбящим нелюбимцем ну не суть то есть смотрите очень аналогично то есть здесь он смотрел сверху и хоровод круг был внизу вокруг дерева вокруг каких-то ценности то есть здесь ценности у людей одни а я сам по себе а здесь как будто бы он уже спустился как-то преодолел да и люди вокруг него крутят хоровода но не смотрят смотрите никто не смотрит на этого человека девушки друг на друга смотрят тут парня друг на друга а он все равно то есть он вроде бы и есть но на него никто не обращает внимание да то есть здесь сразу говорю вопрос самооценки вот когда человек не получает подтверждение что он действительно значимый что он действительно любящий и здесь обращаю ваше внимание это мнение данного человека на низ не суциума то есть не подписчиков люди могут действительно выражать свое уважение любовь к этому человеку да но человек не готов это принимать поэтому он не будет видеть он будет видеть что вот как-то корыстно да то есть лицемерно да что-то люди хотят либо они там потешают мои эго либо еще что он то есть не будет доверия к тому что ему говорят люди и поэтому здесь вот кризис нам у нас года как люди вас видят пятерку педакли что-то вы проходите этот кризис хорошо идем дальше следующий вопрос какие ошибки вы совершаете в своих действиях и реакциях так давайте посмотрим когда вы реагируете на что-то социальных сетях какие у вас здесь какие ошибки нам и вы совершаете ну вот смотрите сразу у нас выпадает иерофант да то есть какую ошибку знаете мне такое ощущение что вы сразу как будто бы закрываетесь да почему потому что вот ваша реакция иерофант это тот человек который действительно знает да чтобы стать папа римский как здесь изображено он избранный да то есть это уже изначально это наместник бога на земле он не случайно он не может быть то есть наместником не может быть каждый второй это определенный путь который должен пройти человек ты человек с огромным количеством знаний на каких-то от моральных именно ценностей духовных ценностей то есть человек который может провозглашать истину причем если вы посмотрите вот здесь на его руку вот этот вот жест который чуть позже ну то есть вот эти вот два пальца да вперед загнутые да то есть я направляю свою волю и то есть посыл который я принимаю свыше на людей то есть я являюсь транслятором божественной информации так вот какую ошибку вы совершаете да здесь во-первых вы можете но вы действительно знающий человек до начнем с этого и не то чтобы вы сразу начинаете обучать кого-то но вот ваша манера она воспринимается другими людьми как учительской да то есть недружелюбное то там я не знаю кто то просто высказал свое мнение вы да да окей я согласна нет а здесь вот как будто бы сразу включаете какого-то наставника да может быть я просто человек какое-то слово обронил а вы сразу может сказать нет это не так да вот этого слова происходит оттуда у него такая вот смысловая нагрузка он пишется вот так ну то есть сразу включаете человека знающего ведущего да либо сразу старайтесь показать истину да что вот ну то есть человек вам что-то сказал а вы говорите например этому человеку что нет это не так вот то что ты говоришь это допустим иллюзия да и вы начинаете ему показывать вводить его как говорится на чистую воду на какой-то же вариант может быть еще какие ошибки вы можете совершать но кроме того что передавать сразу какие-то здания вы можете быть очень человеком который знаете все время перетягивает веревку на себя то есть ну да то что ты говоришь мне интересно но я знаю лучше да и вот вы можете там что-то пропагандировать другому человеку в этом конечно же есть своя доля правды потому что вы действительно знаете вот вы на себя все время перетягиваете внимание здесь важно чтобы вы были в центре внимание также как и по королеве жезлов почему потому что если у какого-то импера этого нейрофанта если у него нету аудитории людей которые его будут слушать дата ему и вещать то и некому будет да и вот это вот самое такое уязвимое место возможно да что люди не слушают не прислушиваются к его мнению и вот это вот одна из ошибок да то есть когда люди не слушают вас когда люди не послушаются к вашему мнению это вас очень ранит. Ну, давайте еще одну, да, вот. Вот, опять-таки подтверждение, да, вот. Смотрите, здесь конкуренция, да, я сказала про эгоизм у нас выпадает, иерафант, а здесь под этой картой, да, потерянное детство выпадает у нас непосредственно шут. Какую ошибку еще вы совершаете? Ну, вы человек достаточно такой свободолюбивый, да, что знаете, смотрите, что шут у нас идет, вот, как человек, понимающий, что он рожден для принятия опыта, и ему любой опыт важен, и он этого и добивается, поэтому у него нет границ, да, ему важно находиться постоянно в движении, что-то изучать. А здесь, наоборот, достаточное количество знаний, то есть вы можете либо быть таким, ну, несерьезным ребенком, либо чрезмерно серьезным человеком, когда нужно где-то отшутиться, как по шуту, да, где нужно где-то два уха, одно вошло, а другое вышло, а вы как-то серьезно воспринимаете. А в других ситуациях, когда действительно надо серьезно воспринять ситуацию, вы начинаете дурачиться. Здесь такое ощущение, что какая-то вот неуместность, да, вашей реакции, причем еще по шуту, да, непостоянство. Я уже говорила это, еще раз повторюсь, да, вот ваша реакция, она какая-то непостоянная. Сегодня вы так, завтра вы по-другому. Почему? Потому что уж-то нету границ, да. Шут — это путь Алиф, это первое на древо жизни, первый путь, который говорит о том, что сила есть, но она никуда не применена, она просто находится в неком таком движении, да, без какой-то конкретной цели. Это расширение сознания непосредственно. Поэтому вы человек, который, знаете, вот за вами действительно не угнаться. Вот в таком тандеме, да, Ерафант и Шут нам как раз-таки говорит о том, что здесь знания, и здесь бесконечный вот этот вот простор, границ, горизонт, да, то есть вы постоянно расширяете свои знания, постоянно углубляетесь, и понятно, что вам неинтересны вот эти вот мирские вот эти вот праздники, да, непонятны видения других людей, потому что действительно другой уровень, да, и вот за вами, проще говоря, не угнаться. Поэтому вы непонятны другим людям. Что вы не видите или отвергаете как причину конфликта, да, вот, что вы не видите, ну вот вы не видите, видите, четверку кубка, вы не видите то, что вы сами впадаете в это состояние, да, то есть люди к вам, вот, вы знаете, ощущение такое, что, прям, хочется сказать, поверьте мне, люди к вам тянутся. У меня ощущение от расклада, что люди к вам действительно тянутся, потому что вы интересный собеседник, вы очень глубокий собеседник, вы неожиданный, вы такой, знаете, как их называют, не экстравагантный, а как-то эпатажный. Вот вы эпатажный человек, понимаете, таких, как вы, нету. Это не обязательно во внешнем виде эпатажность, а может выражаться, а именно в вашем поведении, в ваших каких-то поступках, но вы не видите то, что вы периодически впадаете в вот это вот апатическое состояние, там четверка кубков, а у нас ранее выходила четверка мячей, что вы устаете, да, что вы сами как-то закрываетесь от людей, да, вам становится скучно, когда начинает прорабатывать вот этот сценарий, либо наоборот, вы заводите людей, начинаете их куда-то там везти непонятно, непонятно, потому что по шуту непонятно, куда мы идем. Мы просто находимся в неком таком движении, путешествии по жизни, с верой в себя и высшие силы, хотя мы идем к императрице, да, то есть у нас еще нету полной уверенности в себя, как в профессионала, возможно, вообще как личность. Прошу прощения. Вот, но иногда вы впадаете вот в такую вот апатическую ситуацию по четверке кубков. Почему вы в такую впадаете? Ну, потому что у вас периодически начинается, вот видите, помните, я говорила, как люди вас воспринимают, по пятерке пентакли, да, как у человека, постоянно впадающий в какой-то кризис. Так вот, Аркан Влюбленный нам говорит о том, что вы находитесь в постоянном внутреннем таком процессе переоценки, да, вы постоянно переоцениваете. И здесь, видимо, вам нужно принять себя как вот такую личность, да, и, как бы, как сказать, транслировать это людям, да, что вы постоянно будете меняться, вы постоянно находитесь в таком поиске, да, то есть не бояться говорить об этом. Хотя вы, в принципе, возможно, так и делаете, да, но здесь вот постоянно вы находитесь в переоценке, что-то оцениваете для себя, да, что-то узнаете. Два дерева. Дерево знаний, дерево жизни, познание, по Аркану Влюбленных. Мы познаем дуальность этого мира, вот, и вы постоянно оцениваете. И здесь, знаете, вам каждый раз приходится себя принимать одного. То есть у вас, смотрите, какая интересная картинка, да, с одной стороны я вроде бы шут, а с другой стороны я мудрец, причем очень сильный. И по древу знаний, да, да, которое вкусила Ева, да, как раз-таки познайте эту дуальность. Так вот у вас дуальность есть. Либо в высоту, либо, наоборот, либо в высоту, либо в глубину, да, то есть у вас вот эти вот качели вас мотают постоянно, и вы постоянно что-то оцениваете внутри себя, то есть как мне быть, да, то я буду серьезной, это вот не работает. А когда я шут, это тоже не работает. И вы не можете постоянно найти для себя какую-то вот золотую середину, как вам дальше двигаться. Что еще вы не видите? Так, здесь у нас, давайте сюда поставим, восьмерку кубков. Вы не видите, не замечаете того, что вы постоянно оставляете то, что для вас ценно. То есть смотрите, какая очень тонкая вещь, нюанс. Вы находитесь в постоянном движении по шуту. Восьмерка кубков нам говорит о том, что мы оставляем позади то, что мы действительно наработали здесь восемь кубков. Они ценные, они для нас важные. Нам сложно это оставить. Но мы понимаем, что на пути развития нам нельзя ни к чему привязываться. Так вот, вы тот человек, который отказываетесь от своих наработок. Здесь вот восемь кубков, да, как будто бы не хватает еще два. То есть вы как будто бы близки к чему-то завершению, да, какого-то процесса и отказываетесь. Здесь даже не на середине пути, а вы прошли уже большую часть путей, и потом вы от этого проекта, может быть, отказываетесь. Вот. И что? И людям здесь что? Здесь начинает крутиться колесо фортуны. То есть люди не понимают, как вас воспринимать. Вроде бы вы занимались, допустим, одним делом, потом, воп, сразу перевернулись, пошли в другое дело. Я говорю, вот эта вот нестабильность, она людям непонятна. Вам-то с этим комфортно, потому что это ваша природа. А людям непонятно. То есть они не могут понять. Вы занимались там, я не знаю, фотографиями, а потом, воп, перешли, сразу стали заниматься таро. Так, вот так. У меня аудитория была на фотографии, а сейчас надо менять аудиторию и собирать на таро. Пока она собралась, я воп, поменяла свое решение, стала заниматься книжками, вот, чтением, литературой. И, опять-таки, либо фильмы, там, кризикам фильмов. И, ну, человек, люди вас поэтому не понимают, потому что они не успевают за вашими переменами. Вот. Вот это вот причина. Хорошо. Чему вас учат ситуации? Вот эти все недопонимания, дисбаланса, противостояния в общении с людьми. То есть, вообще, какие уроки вы можете взять? Давайте я попробую впервые вот эти сценарные колоды. Здесь темные истории, а я попробую на светлые истории. Я их не очень-то люблю, потому что они, мне кажется, такие достаточно возвышенные, какие-то пафосные для интерпретации. Но все равно, если мы говорим о хорошем, что чем-то хорошим вас должны учить. Чему вас учат вот эти вот ситуации, что вас недопонимают, да, не понимают люди, вот этот дисбаланс, противостояния. Чему вас учат? Так, первое. Рождение, да. Вас учат, знаете, тому, что жизнь, она действительно циклична. Постоянное рождение и умирание. С одной стороны. С другой стороны, вас как будто бы учат, вот то, что мы говорили про императрицу, да, прийти к какому-то своему идеалу. Знаете, здесь ощущение того, что вы находитесь в поиске. Вот эти вот качели, да, то вверх, то вниз. Вы как будто бы не можете нащупать внутри себя вот этот вот внутренний стержень, на что можно опереться в плане этого неценностей. А кто вы есть для себя, чтобы выбрать какую-то одну конкретную линию? Вы это не можете выбрать, да, то есть вы не понимаете еще четко для себя, кто вы есть. Если мы говорим о профессиональной сфере, то как профессионал еще не понимаете, не то чтобы ценности, а не понимаете, вот это вот рождение, как будто бы, да, себя и становление своей идентификации, оно еще не случилось. И вы свою идентификацию проходите через отражение других людей. Когда люди вам говорят, например, вы этаролог, да, вы, о, хорошо, тогда я этаролог. А другой приходит и говорит, да нет, вы психолог, вы, о, я психолог. Вот вы постоянно как маятник сменяете свои позиции. Почему? Потому что вы действительно многогранные личности, у вас огромный опыт, и вы не можете определить для себя, кто вы есть. Потому что вы есть совокупность всего. А вам хочется как будто бы чего-то одного такого конкретного, да, для понимания. Так вот здесь как раз-таки вопрос рождения, он в этом-то и заключается, что вас обучают, что вы родились не для того, чтобы себя как-то обозначить, да, кто вы есть, как одна какая-то, например, роль, да, а именно на более высоком уровне просто принять себя таким, каким вы есть на данный момент. Потому что через минуту вы уже поменялись, и вы уже стали другим человеком. И вы снова себя принимаете. И завтра вы уже не будете там. Понимаете, вот суть заключается в том, что вам не нужно одно что-то выбирать, а вам надо позволить себе быть сегодня один, как по шуту, завтра другой. В зависимости от ситуации, понимаете. Вот это вот и есть гибкость, непривязанность ни к чему. То, что вам нужно для духовного вашего роста, да. Те недостающие двойка кубков, что у вас выходило. Помните изначально гармония вот эта вот. Отдавать и принимать. Вот вы к ней идете, вам вот эти вот два не хватает. Здесь восьмерки вы ушли, вы большой путь прошли, и вам не хватает всегда те знания, которые вы приобрели. Научиться их отдавать мир, взаимодействовать с людьми достаточно гармонично. Еще, чем у вас учит ситуация исцеления. Так, ну здесь ясное дело, что исцеляете свои сценарии, да. То есть исцеление именно через осознание этих сценариев, что они у вас есть. И если они у вас есть, они не, как бы так, не за что-то, а они для чего-то. И здесь, если мы говорим, например, свое разделение, да, я и люди, там, про конкуренцию мы говорили, да, меня никто не любит. Вот здесь вот это вот разделение на меня и на других. И вот исцеление должно в первую очередь прийти, вы придете к императрице только тогда, когда, кстати, императрица у нас отвечает как качество еще за дипломатичность, да. То есть она не выбирает, там, я буду дружить только с этим, я буду дружить. Очень дипломатично, мягко, по-женски, всех объединит, всех соединит, потому что она транслирует гармонию. Так вот, вот ваше исцеление должно, и гармонию, которой по двойке кубков вы стремитесь, она должна прийти к тому, что я не буду разделять себя на я и другие. А именно научиться принимать других как одно целое, да, как самый, ну не самый, один из, так скажем, сакральных символов гранат, да. В гранате, как предполагали иудеи, 613 зерен, как заповеди Ифтори. И каждое зернышко в гранате, оно вроде бы само по себе, независимое, но при этом все эти зерна, они находятся под кожурой общего граната. Так вот, у вас должно быть такое понимание, что каждый человек, которого вы разделяете на себя и другие, то есть вы являетесь частью граната, и в этом гранате, так же, как и вы, есть разные зерна. И каждое зерно, оно по-своему ценное зернышко, но только все вместе могут называться гранатом. Вот это очень высокий, такой духовный для вас урок, которым вы должны прийти. Но если вы к этому исцелению придете, значит, вы уже, как бы так сказать, готовы к этому. Так, герой. Здесь герой, герой человек, который помогает. Так вот, чтобы начать помогать другим людям, в первую очередь, вы должны помочь самому себе. Каким образом? Через исцеление, которое я вам говорила. А для этого надо принять и понять смысл вашей жизни, рождения. В чем он заключается? Здесь такой, знаете, вот как-то мне показалось слишком философский, да, момент. Но мне кажется, контингент людей, которые будут смотреть, они достаточно такие высокоразвитые люди, да. И они понимают, здесь души, у меня ощущение того, что души ваши, они достаточно древние. и вы действительно находитесь на горе, они там внизу, где люди простые и думают о хлебе насущном, не потому что он не важен, а потому что вы понимаете чуточку больше, так скажем, да, не буду говорить лишних слов, чуточку больше, как устроен этот мир, нежели более новые души. Хорошо. Что необходимо осознать в данных обстоятельствах и к чему прийти, чтобы проблема обрела решение? В данном случае мы разбираем проблему коммуникации, да, общения, взаимодействия с другими людьми. Что вам необходимо осознать и к чему прийти? Ну, для осознания у нас выпадает девятка кубков. Опять девятка. Опять-таки достаточно эгоистичная, эгоистичная карта, да, девятки кубков, человек получает удовольствие. Все у нас девятки находятся на древе жизни в сфере ешот, который называется основой, да, той формой, которая в дальнейшем будет заполняться божественным светом, чтобы материализовываться в нашем мире. Так вот, девятка кубков нам здесь говорит про наше внутреннее удовлетворение, да, что с одной стороны вам нужно научиться кайфовать, понимаете, не загонять себя, не критиковать себя, не находить проблему там, где ее нет, а просто наслаждаться, прям выпало сверху рождение, да, родиться заново, родиться тем человеком, которых обычно называют эгоистами, да, то есть вот он эгоист, он думает только о себе. Так вот, здесь не про эгоистичность, а здесь про целостность, да, когда вот вы принимаете мир целостным, как гранат, и вы от каждой зернышка, от каждого зернышка просто наслаждаетесь, и поэтому здесь вам нужно осознать, что в жизни важно удовольствие, да, то есть вы должны получать удовольствие, чем вы делаете, чем вы занимаетесь, то есть для того, чтобы вам соцсети не были в проблему, для того, чтобы коммуникация для вас не была проблемой, а была, пишется, пишется, а была, знаете, таким неким удовольствием, что ли, внутренним, чтобы было в кайф общаться с людьми, да, без каких-то заморочек, прибамбасов, стараться быть умным, мудрым, да просто жить так, как вы хотите, да, вот прям вот шут, не оставляет меня в покое, и вот это вот детство, да, которое не прожитое, здесь вот этот сценарий, да, того, что вы себе не разрешаете, вот здесь хочется сказать, что нужно осознать, что это ваша жизнь, понимаете, ничего, не надо одевать на себя маску, и проявлять себя в соцсетях, в зависимости от общего какого-то хоровода, да, который свойственен всем людям, вы ведите свой хоровод, потому что вы действительно уникальны, вы постоянно находитесь в каком-то движении, нам показали это карты, вы постоянно в каком-то развитии, вы как будто, вы знаете, пионер по жизни, вот, и люди не всегда вас принимают, вам это надо понять, потому что они вас не понимают, они понимают, они не потому что они плохие, а вы хорошие, а наоборот не понимают, потому что ваши иногда вот эти вот новаторские идеи, поведение, высказывания, мировоззрение, люди еще до этого не дошли, и поэтому нужно просто спокойно относиться и кайфовать, то есть не возвышаться эгоистично, а сказать, что окей, то есть как по отшельнику, да, какой девиз у отшельника, там, где ты сейчас, я уже там был, а там, где нахожусь я, ты туда еще туда придешь, да, как-то в таком роде, пускай не совсем коллектно озвучено, но смысл в этом заключается, да, то есть там, где вы находитесь сейчас, люди туда еще придут, поэтому не то, чтобы с нисхождением относиться, с нисходительностью относиться к людям, а более спокойно, да, кайфуйте, вот как раз таки, вот здесь вот и будет проявляться ваше непроявленное действие, детство, да, не прожитое ваше детство, когда вы будете радоваться, вот с тем хороводом, который люди водят, да, допускайте, давай мы повеселимся, окей, пошутим, на чем вы тут прикалываетесь, да, пускай это будут глупые шутки, с вашей точки зрения, ну, просто порадуйтесь, они тоже имеют место быть, да, вот это вот более такое легкое отношение, да, которое будет приносить вам удовольствие, а не только какие-то знания и духовное развитие, к чему вам нужно прийти, вот как раз таки к повешенному, понимаете, повешенный, это тот архетип, человека, который осознанно себя подвешивает за правую ногу, правая часть тела у нас соответственно за левое полушарие, то есть за рациональность, осознанно он подвешивает себя, рациональность, да, для того, чтобы пересмотреть, для того, чтобы пересмотреть всю свою позицию, вам нужно пересмотреть, смотрите, прямо вот рядом с влюбленными, да, я сказала, прямо переоценка постоянно, что именно вам нужно пересмотреть, чего вы тут не видите, да вот, маг, понимаете, вам нужно это принять, там у нас выпадала императрица, да, здесь рождение, здесь маг, все про одно и то же, что вы можете творить свою реальность, я вам говорила про пионеров, вы далеко идущий человек, вам это нужно пересмотреть, в данном случае надо пересмотреть свои желания, то, что вы хотите, куда вы направляете свою энергию, к чему вы идете, да, то есть здесь у нас маг, это у нас путь Бет, который говорит о том, что он соединяет как раз таки свет, источник, корень, все корни, причину всех причин, отсюда он у нас маг, и соединяет у нас Бину, то есть это сфера, которая у нас соответственна как раз таки за понимание, то есть у нас должно быть понимание, куда мы идем, да, чего мы хотим, понимание самих себя, своих внутренних желаний, вот оно рождение, да, то есть понимание, что я позволяю себе, разрешаю, маг-волшебник, он творит свою жизнь так, как он хочет, да, потому что у него есть четкое желание, что он хочет, а желание свое он понимает, потому что он берет свет из кетера, он берет из источника, божественный свет, он слушает себя, у вас там выпадал иерофант, на месте Бога на земле, да, то есть четко считывает информацию с высших сил, поэтому вам нужно научиться понимать себя, где-то не придумывать, потому что перевернутый маг у нас всегда говорит о том, что мы вводим как себя в заблуждение, так и людей в заблуждение, вот прекратите это делать, да, то есть мы начинаем говорить и проповедовать то, во что мы даже не верим, и вводим людей в заблуждение, что является своего рода неким таким грехом, почему, потому что люди вам доверяют, вот, но здесь как раз-таки нужно успокоить вам свой мозг, да, и услышать, вот мне вот прям вот эта карта рождения, она почему-то показывает некое такое сердце, я в нем вижу, да, рождение заново, некой такой духовности, к чему прийти, к тому, что вы станете творцом своей жизни, понимаете, вот как только вы успокоитесь, вам здесь спокойствия не хватает, потому что вы не вписываетесь в рамки вообще принятые, вот примите себя таким, каким вы есть, и тогда вы начнете создавать свой какой-то мир, свою реальность, и к вам люди потянутся, такие же тюматичные, как и вы, потому что им тоже нужно найти как-то своих единомышленников, они так же, как и вы, переживают, волнуются, не могут найти себе место, вот найдите себе место, вы начинаете себя транслировать, таким, каким вы есть, и к вам потянутся люди, и тогда коммуникация уже будет, вот те, та двойка кубков, как раз она вот на эту стопку-то его подала, да, вы придете к той гармонии, которая вам необходима. Какие действия вы сможете, скорее всего, вы можете предпринять для разрешения сложности в коммуникации? Какие действия вы сможете предпринять? Ну, давайте посмотрим, какие действия. Во-первых, праздник, то, что мы говорили, там четверка кубков была, вам не хватает, то есть апатичность и усталость. Первое, что вам нужно, это вот радоваться, научиться радоваться жизни, расслабляться, да, может быть, сейчас период такой, да, когда нет возможности куда-то пойти, если у вас такой же карантин, как у нас в Греции, вот, то, возможно, вам не хватает просто праздника, да, некого такого, действительно, отдыха, что у нас выходило по четверке мечей, но отдыха не для того, чтобы подумать, а отдыха, пишут, пишут, а отдыха для того, чтобы немножко развеяться, понимаете, немножко расслабиться, немножко, вот это вот прям под девяткой кубков, да, научиться кайфовать. Первое, что вам радости не хватает жизни, понимаете, что-то вы себя загнали очень сильно, какие еще действия вы должны предпринять? Мечтайте, больше мечтайте, фантазируйте, да, обычно семерка кубков нам говорит о каких-то иллюзиях, здесь в данном случае мечтания, они знаете, о чем говорят, они как раз-таки говорят о том, что будьте в том состоянии, вот колоды эпического Таро, семерка кубков, там как раз-таки смысл заключается в том, что всегда есть что-то новое, чего мы не знаем, так вот, чтобы выйти из четверки кубков, вам нужно находиться в таком открытом состоянии, да, то есть не выбирать что-то одно из семи, а быть готовым, что появится восьмой кубок, то есть находиться в открытом состоянии, что что-то новое еще придет в вашу жизнь, да, что не предел это, то есть если здесь только семь кубков, это не факт, что есть восьмой, девятый, который здесь не изображен, так вот, вам нужно находиться в этом состоянии, что вы найдете то, чего возможно пока в вашей картине мира по иерафанту еще нет, да, то есть какие-то возможности, которых еще нет, но быть готовым, быть в позиции, Если вы не будете в позиции готовности, вы это не заметите. Если будете смотреть себе под ноги, вы никогда не увидите, что комета пролетает на небе. Если вы идете по ночному улице и смотрите себе под ноги, вы никогда не увидите падение звезд. Потому что смотрите не туда. Так вот здесь надо быть готовность. То есть смотреть вверх, вниз, и слева, и справа. Быть готовным. Что-то придет. Вот это, знаете, предвкушение. что-то придет постоянно быть в этом состоянии и тогда что-то новое произойдет какие еще действия нужно предпринять здесь нет каких-то конкретных действий вот видите нет каких-то конкретных то есть там напиши такой пост сделай еще что-то нет здесь вот кстати 2 капиталь она у нас и говорит про переписку про взаимодействие про коммуникацию бесконечно то есть не прерывайте пишите если у вас плохое настроение пишите не бойтесь есть что у вас будет осуждать то это ваше состояние кому не нравится пускай не смотрят поймете более спокойнее что ли относитесь находитесь вот именно состоянии вот этого праздника наполненности предвкушение чего-то и убирайте суету убирайте она вам не нужна вот эта вот суета неуверенность вот эти вот эмоциональные качели будьте немножко по умеренности терпеливее по отношению к другим людям да потому что вы просто жили больше и поэтому вас знаний больше вот но вы не сразу таким стали человеком поэтому более снисходительно к другим людям толерантно да придет придет момент и другие люди придут где вы находите сейчас поэтому более спокойно процессы пошли по умеренности идут такие достаточно медленные изменения внутренние которые мы не можем отследить мы их не видим они идут однозначно поэтому что вам нужно сделать да просто продолжать двигаться до по умеренности снега такой периодичностью до продолжать писать посты и выкладывать фотографии можете немножечко даже разнообразить не только такие умные умны а по шуту ставьте какие-нибудь дурачество да может быть свою жизнь будто вы его в stories выкладываете но не про то как вы едите а просто какие-то казусы которого жизни сталкиваются на какие-то трудности но трудности я имею ввиду там не могу открыть консервную банку что нужно сделать надо на нее постучать не чтобы крышка открылась вот вот что-то такое полегче и последний вопрос на сегодня наиболее эффективная модель поведения во взаимодействии с социумом какая вот звезда идите идите к своим целям понимаете идите к своим целям не обращайте ни на что слушайте звезда это у нас состояние нашей души внутри себя идите по зову своего сердца то что вы хотите слушайте свою душу не хотите что-то делать не делайте захотели сделать сделайте но сделайте это с душой с настроением с кайфом сказать послов будет меньше но они будут вот каждый от души и люди это будут считывать эту информацию вот и здесь сразу выпадает королева педакли да преумножение на королева педакли она приумножает те ресурсы которые у нее есть она верная она заботливая она любящая она понимающая опять-таки до понимания вот и ну прям три женщины выпали и жрица верховная жрица карты забыла как называется вот будьте вот своем пространстве понимаете вот внутренним каком-то состоянии гармонии изучайте то что вы хотите никуда не торопитесь живите вот здесь вот так как вы хотите видите в конце прямо наш товарищ дьявол выпал на не искушайтесь не подайте в провокации не бойтесь да по дьяволу самое главное не бойтесь не занимайтесь самообманом дьявол у нас тоже говорит об обмане об обещаниях которые невозможно сдержать до ложь здесь тоже проходит то есть не давайте слов не бросается на ветер если вы не можете и сдержать то есть не пишите то чего вы не знаете просто где-то по наслышке что-то услышали не ним что еще как дьявол о чем нам говорит ну вот самое главное не разочаровывать сюда не разочаровывайте по тому что ушло то что не получилось да а что нужно сделать если не разочаровываться то вот понимаете сила прямо под под магом будьте сильнее на аркан сила это люди очень позитивные будьте позитивными будьте энергетическими донорами говорится да следите за своим здоровьем в первую очередь правильно отдыхайте потому что а лев очень любит отдохнуть после трудного дня да то есть не загоняйте себя относитесь к себе с мудростью здесь змея написано нарисована потому что буква еврита означает меня вот поэтому здесь змея и здесь лев даже смотрит на змею не потому что он ее боится а вот а здесь как раз таки и здесь у нас по-моему чуть ниже в этой стопке выпадали влюбленные там тоже змеи про мудрость про знания на то есть не бойтесь страхи здесь страхи здесь не бойтесь идите в знания до которые у вас есть либо получаете новые здания и отдавайте их делитесь своими собственными знаниями вот такой вот расклад у меня был на сегодня я надеюсь любители посмотреть картинки карты сегодня вы получили удовольствие я специально выбрала эту колону потому что она очень красивая хотела и начальная другую взять но приятно смотреть я эстет я люблю смотреть визуально красивые картинки вот жду вашей обратной связи а я с вами прощаюсь благодарю за комментарии донаты и до новых встреч пока пока